Телеканал «Надия» и «Школа Библии» представляют На сайт Bible.ua поступил вопрос относительно Ветхого Завета, книги числа, 20 главы, 12 текста «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Татьяна спрашивает, почему Господь так сильно наказал Моисея? В чем состоял его грех? Существуют ли сегодня непростительные ошибки для служителей? Отвечает доктор богословия и следователь Библии Феликс Понятовский. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о грехе Моисея. Моисей – это один из самых величайших героев Ветхого Завета. Он говорил с Богом лицом к лицу. Он был пророком Божиим. Он вывел израильтян из Египта. Но даже этот человек совершил грех. И об этом записано в книге чисел, в 20 главе. Здесь говорится о том, что израильтяне начали роптать, когда они находились в пустыне. И роптали они по поводу того, что не было воды. Моисей и Аарон приходят к Богу и спрашивают, что необходимо сделать в таком случае. Господь им отвечает, что им нужно подойти к скале и сказать ей, чтобы она дала воду. Они так и делают. Но вместо того, чтобы просто сказать скале, Моисей ударяет по скале дважды. Скала дает воду. Но Господь расценивает это как грех. И об этом записано в книге чисел, в 20 главе и 12 стихе. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтоб я ведь святый с моими пред очами сынов Израилевых, не ведете вы народа сего в землю, которую я даю ему». И вот здесь возникает вопрос. В чем же заключался грех Моисея? Неужели только в том, что он дважды ударил по скале? Давайте попробуем в этом разобраться. Но вначале давайте обратимся к контексту книги чисел. Ученые разделяют книгу чисел на три части. С первой по десятую главу говорится об идеальном Израиле. В этих главах израильтяне в точности исполняют волю Божью. Но с одиннадцатой по двадцать пятую главу израильтяне восстают против Бога. И это очень печальная часть книги, которая повествует о грехе израильтян. И с двадцать шестой по тридцать шестую главы говорится о новом Израиле. Вернее, о новом поколении израильтян. И теперь давайте рассмотрим вторую часть книги. Часть, которая описывает восстание. Надо сказать, что стан израильтян располагался особым образом. В центре стана находилась скиния. Вокруг нее располагалось колено левитов. А дальше все остальные колено. Так вот, грех израильтян, описанный в книге чисел, или восстание против Бога, описано как прогрессирующее восстание. Оно начинается с периферии, с краев стана, и продвигается в центр, к скинии, к тому месту, где обитает Бог. И в начале описано, как восстали люди, которые находились на краю стана. В книге чисел 11 глава и 1 стих. «Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана». Обратите внимание, что огонь начинает истреблять край стана, то есть то место, где начинается восстание. Второй этап восстания, который описан также в книге чисел, в 11 главе, повествует о том, что восстали пришельцы, то есть восстали те люди, которые не были коренными израильтянами, но присоединились к израильтянам, когда те выходили из Египта. Четвертый стих. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, и с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом». Это также был грех. Восстание против Бога. Далее мы читаем в 13 и 14 главах новый этап восстания. И в данном случае восстали главы поколений, главы колен, и это восстание соглядатов. После этого восстают левиты, те, которые находились в непосредственной близости у скини, и это описано в 16 и 17 главах. И после этого мы видим восстание Моисея, того человека, который чаще всех заходил в скинию. Таким образом, книга чисел описывает прогрессирующее восстание, которое начинается на периферии и продвигается в самый центр стана, в то место, где находится Господь. Таким образом, в Библии показана тотальность этого восстания. Надо также отметить, что портрет Моисея, после того, как он совершает грех, в книге чисел очень резко меняется. Да, Моисей продолжает быть лидером народа Божьего, но его лидерство теперь уже не такое эффективное. Например, в 22, 23, 24 главах Израиль благословляется, но благословляется не Моисеем, а другим пророком, пророком Валаамом. Далее, в 25 главе повествуется о самом большом грехе, который совершили израильтяне в пустыне. Это был грех Ваалфигора. И в данном случае, когда израильтяне восстали против Бога, Моисей описан очень пассивно. Он не ходатайствует за народ, и он ничего не может сделать для того, чтобы остановить это восстание. И самое печальное то, что Моисею отказан доступ к обетованной земле. Он теперь не войдет за свой грех в обетованную землю. И это можно сравнить вот с чем. Представьте себе спортсмена, бегуна, который участвует в соревнованиях. Он близок к тому, чтобы стать чемпионом мира. Он бежит первым, но в нескольких десятках метров от финиша. Он спотыкается и повреждает ногу. В результате, золотая медаль уходит к кому-то другому. И что-то подобное происходит с Моисеем. Ну а теперь давайте попробуем понять, в чем же заключался грех Моисея. В 10 стихе говорится о том, что Моисей сказал, прежде чем он ударил по скале. Здесь сказано так. «И сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Когда мы читаем этот стих, тут явно сделан акцент на местоимении «мы». «Разве нам из этой скалы извести вам воду?» И надо сделать некоторое пояснение. Дело в том, что когда израильтяне выходили из Египта, и Господь изливал язвы на Египет, то Бог всегда оставался где-то в стороне, за сценой. Израильтяне не видели Бога. Они видели только Моисея, который идет к фараону, который произносит какие-то слова, и язвы изливаются на Египет. Поэтому очень часто они заслуги исхода из Египта приписывали не Богу, а Моисею. Ну, например, в 14 главе, когда израильтяне стоят на берегу Красного моря, и армия фараона преследует их, они говорят такие слова. 14 глава книги «Исход» и 11 стих. «И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Мы видим, что они не приписывают заслугу выхода из Египта Богу, но говорят, что это Моисей вывел их из Египта. Или другой случай, книга «Исход» 32 глава, которая описывает грех золотого тельца. И здесь тоже смотрите, как народ говорит. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Арону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Итак, для израильтян не Бог выводил их из Египта, но Моисей выводил их из Египта. В данном случае, в книге «Чисел» 20 главе, Моисей вместо того, чтобы воздать славу Богу и обратить внимание израильтян на Бога, обращают внимание израильтян на себя. Разве нам извести для вас воду из этой скалы? И, конечно же, это был грех. Но в действиях Моисея, как это описано в 20 главе книги «Чисел», есть нечто еще, что указывает на серьезность этого греха. Но об этом мы поговорим после небольшого перерыва. Напоминаю, сегодня мы говорим о грехе Моисея. Об этом записано в книге «Чисел» 20 главе. В первой части выпуска мы упоминали о том, что один из аспектов греха Моисея состоял в том, что он слава сотворения чуда, когда скала дала воду для израильтян, приписывает себе и Аарону, а не Богу. Но есть еще один очень важный аспект. И об этом давайте поговорим сейчас. В книге «Чисел» в 15 главе и в 30 стихе описывается особый грех. И он назвал грехом дерзкой руки. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкую рукою, то он хулит Господа, истребится душата из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил. Истребится душата, грех ее на ней». Грех дерзкой руки – это тот грех, когда человек сознательно идет наперекор Божьей воле. То есть он знает заповедь, знает, что так делать нельзя, но он восстает против Бога. После этого рассказывается история о том, как один человек собирал дрова в субботу. Израильтяне остановили его, посадили его под стражу, и после этого Господь говорит, что его нужно побить камнями. И этот случай как раз и является примером греха дерзкой руки. То есть этот человек прекрасно знал заповедь о субботе, но тем не менее он сознательно ее нарушает на виду всего общества сынов Израилевых. Фраза, которая использована здесь, «дерзкая рука», если перевести ее дословно, будет означать «поднятая рука». Яд, рама на еврейском языке. И точно эта же фраза используется в книге чисел в 20 главе и 11 стихе. «И поднял Моисей руку свою». На еврейском языке это выражение звучит «ва ярем моше эт ядо». И это точно такая же фраза, которая встречается в книге чисел 15-30. Такие вербальные параллели примечательны еще и тем, что в еврейском языке на самом деле есть еще одно слово, которое может описать поднятие руки. Это глагол «носа». Например, в книге Псалмов, Псалом 27.2, используется как раз это слово. «Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему». Итак, тот факт, что автор использует здесь вербальные параллели, указывает на то, что он хочет показать нам, что грех, который совершил Моисей, это как раз и был грех дерзкой руки. Но здесь возникает такой вопрос. Моисей всю свою жизнь был верен Богу. И в конце своей жизни он совершил этот грех. Значит ли это, что вся его жизнь теперь испорчена? Мы должны понимать одну очень важную вещь, что Господь — это Бог справедливый. И поэтому Он не может оставить грех без наказания. Но, с другой стороны, мы видим, что Господь — это милостивый Бог. И Он иногда может даже зло превратить в добро. И давайте посмотрим, что же дальше произошло с Моисеем. Хотя Библия не описывает покаяние Моисея, но мы видим, что его отношение меняется. И то, что описано в 20 главе книги «Чисел», является минутной слабостью пророка. После этого мы знаем, что Моисей опять проявляет верность Богу. Бог наказывает Моисея тем, что он не входит в обетованную землю. Но если посмотреть на историю Моисея, то мы можем увидеть, что Бог делает для него нечто большее. Да, Моисей умирает. Но после его смерти Господь воскрешает Моисея и забирает его в небесный Ханаан. И об этом говорит нам уже Новый Завет. Например, послание Иуды, 9 стих. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Данный стих упоминает, что был спор между Михаилом, Архангелом и сатаной о Моисеевом теле. Скорее всего, сатана говорил, что Моисея нельзя воскрешать из-за того, что он совершил грех. Но Господь все равно воскрешает Моисея. И в Евангелии от Матфея, в 17 главе, мы видим, что когда Иисус Христос приходит на гору преображения, то Ему являются два человека, Илия и Моисей. То есть Моисей был воскрешен, и он сейчас находится на небе. Вся эта история очень хорошо демонстрирует нам характер Бога. Бог справедлив, и Он не может оставить без наказания грех. Но с другой стороны, Он всегда готов проявлять милость кающемуся грешнику. Друзья, задавайте свои вопросы на сайте Bible.ua. Также следите за нашими новостями в Facebook и Instagram. Все видео-разборы Библии ищите на YouTube-канале «Сложных текстов нет». И если хотите первыми видеть новые выпуски, жмите колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!